В конференц-зале в отремонтированном административном здании стадиона не было свободных мест. На встречу с командой Черемшан пришли юные спортсмены и любители хоккея. Болельщики ждали общения. Игрокам желали удачи в стартовавшем сезоне, задавали вопросы. Планируется ли как в других командах сопровождение ребят на выездные игры, то есть с болельщиками, автобусы? Автобусы с болельщиками уже были организованы в Ульяновск, причем бесплатно. Правда, желающих поддержать наших игроков оказалось немного. Задавали вопросы по поводу сайта хоккейного клуба и афиш. Афиши будут со следующего тура и в планах создания сайта. Председатель федерации хоккея с мячом озвучил также результаты состоявшихся игр. Шесть игр сыграли на выезде, четыре выиграли, две проиграли. Завтра нас ждет самый сложный соперник, прошлогодний победитель этого турнира команда Мурманск. Черемшан в турнирной таблице сейчас в лидерах. Болельщикам спортсмены пообещали, что будут радовать результатами и в дальнейшем. От имени команды я хочу заверить вас, что мы будем показывать хорошую игру. И я думаю, что в этом году у нас будет хороший результат, который порадует вас. Я думаю, вы будете рады с нашим хоккеем. На встрече всем желающим подарили буклеты, календари. А мальчишки у хоккеистов на память взяли автографы. Юлия Лаптева, Анжелика Бровенок. Новости Дмитровграда. Редактор субтитров А.Семкин.